Бытие, вторая глава. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою, и насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фессон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там вдалах и камень Оникс. Имя второй реки – Кихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, она протекает пред Осирию. Четвертая река – Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Аминь.